Куда идешь, Россия? О новой приватизации и главных ценностях страны для удовлетворения несистемных желаний системных либералов раздайте собственность героям России. Системные либералы погнали новую информационную волну о важности новой приватизации. Один – выручим деньги. Другой – частная собственность – важный элемент рынка, а цена не имеет значения. Третий – у американцев в первой десятке лидеров 10 частников, а у нас 4 – обидно. Считаю, что, пока бизнес не ответит на вопрос первого заместителя председателя правительства А. Белоусова, перефразировавшего русского классика, «С кем вы, господа предприниматели?» Идея приватизации токсична. Приватизация сырьевых гигантов, естественных монополий и корпораций АПК, возврат каллигархической республики, о продаже иностранцам, отказ от суверенитета и индустрии. Вопрос Белоусова важный и своевременный, но бизнес не способен на него ответить по двум причинам. Первое – политический класс не ответил на вопрос, куда идешь, Россия. И бизнес вынужден перестраховываться на случай смены курса при смене высшей власти. Второе – общество не признало легитимными процедуры приватизации 90-х, что подогревает неуверенность собственников приватизированных предприятий в их сохранении при смене власти, что является доминирующим фактором, сдерживающим развитие. Медленное движение к инвестиционному рублю, утечка капитала и даже демография – второстепенны. Новая приватизация проблему не решит, а усилит нервозность в семье приватизаторов первой волны. Сакральные мечты бизнеса и государства – суть бизнеса, борьба за прибыль. Сакральная мечта – сверхприбыль. Люди, не задействованные в цепочках, формирующих прибыль, бизнес не интересуют. При высоком уровне персональной рациональности не способен выработать общие правила, удовлетворяющие как собратьев по цеху, так и общество, поэтому итог олигархического правления – один. Упады государства, деградация общества и бизнеса на фоне роста непроизводственных расходов. Главная ценность государства – люди. Сакральная мечта – счастливый народ, абсолютная внутренняя и внешняя безопасность, достаточное количество населения для обустройства, поддержки и защиты территории, контролируемой государством. Государству важны все граждане, а бизнес – только эффективный, находящийся в гармонии с интересами государства и общества. Чем дальше бизнес от понимания интересов государства и общества, тем больше доли предприятий, контролируемых государством. Шесть вопросов к инициаторам массовой приватизации от «Дилетанта-1». Почему за 20 лет количество российских миллиардеров увеличилось в 20 раз, а ВВП и доходы населения – в 5? Два. Развитие экономики зависит от форм собственности или качества управления, равных условий для инвестиций и справедливой конкуренции предприятий. Три. Почему не сравниваете компании разных форм собственности по параметрам эффективности, а ссылаетесь на чужой опыт? Умалчиваете, что доля предприятий, контролируемых государством, приблизилась к 53% ВВП не за счет национализации, а потому, что в период, когда государство инвестировало в развитие контролируемых предприятий, множество частников первой волны – в личное потребление. Четыре. Какие цели приватизации? Догнать Америку по доле частных предприятий в ВВП или перейти на траекторию устойчивого, опережающего мировые темпы развития? Как влияет десятикратная перепродажа одного предприятия на структуру экономики, количество рабочих мест, размер доходов домохозяйств и бюджета и как при строительстве десяти новых? Запрета на частные инвестиции в новые предприятия, включая специализирующиеся на ИИ, космосе и производстве оружия в России? Нет, как и запрета на перенос головных офисов, глобальных технологических гигантов в Россию. Почему боремся за приватизацию старых, а не площадки под новые предприятия, включая обеспечивающие рациональный энергетический переход? 5. Почему не сравниваете размеры ущерба, нанесенного обществу собственниками частных компаний и менеджерами государственных корпораций, банки, пенсионные фонды, страховые и строительные компании, через прямое воровство вкладов, взносов, долей, вклад в инфляционные ралли 2020-2021 годах, влияние формы собственности на размер утечки капитала и псевдокредитов на себестоимость? 6. Почему созданные с нуля и ряд предприятий, контролируемых государством, близки к мировым лидерам по показателям эффективности, а приватизированные в 90-е далеки? Если приватизация неизбежна, раздайте героям, сторонники массовой приватизации не называют кандидатов в новые собственники. Чубайс в свое время раздавал собственность забивальщикам гвоздей и сегодня утверждает, что важнее процесс, а не выручка от приватизации. Тем более, что, судя по безумию в ценообразовании, размерам утечки и репатриации капиталов, размерам льгот и субсидий, у наших денег нет, последний кусок доедают, а иностранцы не дадут из-за санкций. Предлагаю раздать гвоздодерам, героям России, а чтобы не обижать уважаемых людей, передать с обременением по процедуре обратного лизинга. Герои России – мужественные, достойные люди. Понимают слова Белоусова и способны принудить к пониманию собратьев по цеху, а заодно совести, стимулирующей ликвидацию бедности через развитие. Вернут в русскую предпринимательскую среду цену слова и понятие чести. Герои не являются предпринимателями? Все ПАО управляются наемными менеджерами, а шреддеров на всех хватит. Учитывая, что впереди у России много дел и будут новые герои, часть собственности оставить на потом.